Друзья, всем привет! С вами Александр и вы на канале World Class Pro. И в сегодняшнем выпуске мы будем с вами говорить о очередном проекте, разработанном нашей архитектурной студией. Это одноэтажный дом из газобетона площадью 100 квадратных метров. Сегодня раскроем примерную стоимость реализации этого проекта, из каких материалов он выполнен, по каким технологиям выполнены все конструкции, посмотрим планировку, фасады. Начинаем! Дом имеет простую прямоугольную форму с небольшим углублением на крыльце, что визуально разделяет его на главном фасаде на две симметричные части. Над входом в дом выполнен навес, который является продолжением кровли и исключает дополнительную установку несущих столбов. Отделка дома выполняется достаточно просто. Это штукатурка светлого цвета по всему фасаду с небольшим включением деревянных панелей. Сочетание выполнено в скандинавском минималистическом стиле. Просто, лаконично и неброско. Кровля имеет небольшой уклон и выполняется темно-серого цвета, как и подшивка свесов. Терраса и крыльцо, так как не очень высокие, выполняются без ограждений и нагружают лишними деталями фасад. Итак, друзья, давайте перейдем к рассмотрению плана. Как обычно, начинаем со входа. На входе у нас достаточно большое крыльцо, его площадь около 15 квадратных метров. То есть, здесь можно спокойно разместить какие-то детские вещи, велосипед поставить, коляску. Также, когда придет много человек, сразу можно здесь опять же всем разместиться под навесом. Если, к примеру, на улице дождь, это очень удобно. Далее мы заходим в прихожую. Прихожая 6 квадратных метров. С левой стороны оставлена ниша под установку какой-то гардеробной системы, например, шкафа. Либо можно поставить просто диван, там столик небольшой кофейный. То есть, места здесь, в принципе, немало для такого дома. Далее у нас есть сразу дверь в котельную. Котельная 3,6 квадратных метра. Она не подойдет под газовые нормы, потому что для газовых норм она должна быть около 5 квадратных метров. При высоте потолка 3 метра. То есть, это нужно учитывать, если вы решите приобрести этот проект. Уточните, какой у вас источник отопления. То есть, под газ эта котельная не подойдет. Идем далее. Значит, далее из прихожей мы выпадаем в холл. Холл площадью почти 9 квадратных метров. Он такой, коридорного типа, шириной метр двадцать. Из холла мы уже расходимся по всему дому. То есть, основная часть дома это гостиная с кухней-столовой. Площадь зоны кухни-столовой 16,7 квадратных метров. Гостиная 15,7 квадратных метров. Но это одно сплошное помещение. Тут нет какого-либо разделения. То есть, перегородок ничего нет. Здесь есть окошко, которое смотрит на вот эту часть участка. И здесь есть окно с дверью и выходом на террасу. Терраса тоже достаточно большая. Вот тут она получается расположена. То есть, она у нас такой вот буквой Г. Вот так. И уходит еще небольшой узкий участок вот на эту сторону. Далее. У нас есть всего три спальни. Одна спальня 11,7 квадратных, другая 9,7 и третья 12,3 квадратных метра. Одна из спален со своим санузлом. То есть, тут есть только санузел площадью 2 квадратных метра. И одна спальня считается мастер-спальней. В ней есть проходная гардеробная 2,5 квадрата, где можно по двум сторонам расположить какие-то шкафы, гардеробы, системы хранения. И санузел 3,5 квадратных метра. То есть, здесь можно спокойно разместить душевую, унитаз и раковину. То есть, санузлы компактные, но, в общем-то, они есть. И здесь их, получается, по факту, 3. То есть, санузел для этой спальни, санузел для этой. И также мы возвращаемся, если в холл, мы выпадаем в спа-зону небольшую. Здесь у нас есть зона, получается, где можно расположить унитаз с инсталляцией или просто обычный. Есть парная, что тоже достаточно удобно и интересно в таком небольшом доме. То есть, площадь ее 2,6 квадратных метров. То есть, для 2-3 человека ее будет достаточно. И здесь у нас зона раздевалки и санузел, где можно разместить душ и поставить, например, раковины. То есть, это тоже достаточно удобно, когда спа-зона, пусть и небольшая, есть в доме. Причем, замечу, что дом всего лишь 100 квадратных метров. То есть, для него это такая вот некая особенность. И причем, есть здесь 3 полноценных спальни. Ну, в общем-то, все, что хотел сказать про планировку дома. Итак, переходим к конструктивным решениям и особенностям данного проекта. Фундамент здесь, это монолитная плита. Крыльцо и терраса также выполнены на монолитных плитах, только уже толщиной 160 мм, а не 300. Всегда говорю во всех выпусках, что если даже вы решите приобрести этот проект и строить по нему, то желательно сделать геологические изыскания, чтобы точно убедиться, подходит ли вам такой тип фундамента, либо необходимо сделать перерасчет конкретно под ваши грунты и выполнить его более подходящим для ваших условий. Стены здесь, это газобетон плотностью D300 толщиной 400 мм без дополнительного утепления, потому что D300 400 мм более чем проходит по теплотехническому расчету. Наружная облицовка, это штукатурка с небольшими элементами декоративными из дерева. Их можно сделать или из дерева, либо можно сделать, например, какие-то фиброцементные панели под дерево, чтобы они были более долговечные. То есть это уже, в принципе, делается на усмотрение каждого заказчика, каждого клиента. То, что касается кровли. Кровля здесь выполняется из мягкой черепицы. Кровля двухскатная, достаточно простая. Утепление выполняется здесь именно по стропильной системе, потому что есть так называемый второй свет в кухне-гостиной. И, соответственно, нужно утеплять именно кровлю. Перекрытие также утепляется для того, чтобы была бы хорошая звукоизоляция. Что касается примерной стоимости реализации данного проекта в условиях теплого контура без внутренней отделки и инженерии. Стоимость составит примерно 2,5-2,8 млн. рублей. То есть это фундамент, стены, кровля, окна, двери и внутри предчистовая отделка, подготовленная уже под именно оклейку обоями, под шпаклевку, под окраску. То есть уже на ваше усмотрение. Инженерия также сюда не входит, потому что она всегда индивидуальна и считается по конкретным условиям, по тому, какие у вас есть источники отопления, будут ли у вас теплые полы или нет, сколько будет розеток-выключателей, светильников. То есть это все зависит уже от конкретных пожеланий и считается всегда отдельно. В общем-то, на сегодня наш выпуск подходит к концу. Меня зовут Александр, команда WorldHouse Pro. Я рад, что вы подписаны на наш канал. Если не подписаны, обязательно подписывайтесь. Также подписывайтесь на наш инстаграм. Ссылочки будут в описании. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok